Сообщали, в руководстве погрануправления ФСБ России в Абхазии произошли серьезные кадровые изменения. Генерал-майор Юрий Звирек на протяжении более двух лет возглавлявший управление переведен на другую работу. В канун своего отъезда из республики Юрий Дмитриевич дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу об отношении российского генерала к Абхазии и ее народу в репортаже Ливона Галустяна. Это прощальное интервью генерала Юрия Звирек. За время службы на посту начальника погрануправления мы встречались десятки раз. Информационные поводы были самыми разными. Открытие новой заставы, учения, задержание нарушителей границы. Всегда контактный и готовый ответить даже на самые неудобные вопросы. За это его уважали журналисты, а еще за искренние отношения к стране души. До назначения в Абхазию Юрий Дмитриевич объездил весь бывший Советский Союз, но именно к этому краю он испытал настоящую любовь. На этой земле никогда не должно быть ни одного выстрела, не должно быть ни одного раздора. Эта земля должна быть примером демократии, дружбы, мира. Слово «мир» в этой фразе ключевое. Для того, чтобы он воцарился в Абхазии, российские пограничники сделали многое. В апреле 2009-го они встали на охрану рубежей по реке Ингур. Это сегодня военнослужащие в зеленых фуражках несут службу на комфортабельных заставах. Два года назад были только брезентовые палатки. Несмотря на все тяготы, личный состав погрануправления достойно выполнял свою благородную миссию. Мы смогли выстроить систему, которая смогла взаимодействовать силовыми структурами Республики Абхазии, которая дает нам в сегодняшний момент положительные результаты. Большое видится на расстоянии. Двух лет хватило на то, чтобы оценить роль, которую сыграли российские пограничники в обеспечении безопасности Абхазии. Сегодня в стране мирная жизнь. И это заслуга в том числе и российских военнослужащих в зеленых фуражках. Погрануправление доказало свою верность не только клятве, но и абхазскому народу. За верную службу генерал Юрий Звирок был награжден Высшим Орденом Республики. Орденом Ахдзапша. Честно говорю, несмотря на свой боевой путь раньше, который я прошел, и вот сейчас, который был, это вызвало в определенной степени где-то какую-то скупую слезу военнослужащего, который действительно понял, что все те дела, которые здесь вершились не им, а структурой, которую он возглавлял, они были восприняты правительством правильно. О службе в Абхазии российскому генералу будет напоминать не только Орден Ахдзапша. Здесь остаются его друзья, хотя сам Юрий Звирок называет их братьями. Люди, которые в беде и в радости были рядом. Беда случилась в начале апреля этого года, когда в Гальском районе от рук диверсантов погиб пограничник. Этот трагический эпизод только скрепил братство российских и абхазских силовиков. На языке военных это называется боевым братством. Это несравнимо просто с тем качеством, которое может быть испытывать человек, посещающий эту благодатную республику в качестве туриста, в качестве отдыхающего человека. Это намного выше. Это граничит с братством, это граничит с родством. Юрий Звирок расстается с Абхазией. Не навсегда, только на время. Благоместо новой службы находится рядом, в Краснодаре. Президент России назначил его главой Черноморско-Азовского погрануправления. Стало быть, в любимую республику будет приезжать часто. А между поездками сюда будет скучать по этой природе. А главное, людям, которых искренне полюбил. Это не тоска, это, наверное, болезнь, хроническая болезнь, которая будет меня сопровождать всю мою жизнь. И я надеюсь, что в свои короткие отпускные времена я буду приезжать сюда, встречаться со своими друзьями, делиться своими переживаниями, радоваться их в определенной степени достижениям. В Абхазии заболела вся дружная семья Звирок. Причем первым заболел старший брат Юрия Дмитриевича. Это случилось много лет назад. Приезжая сюда, он сделал десятки фотографий любимых мест в республике. Он даже не сомневается, что отношение к Абхазии в их семье будет передаваться из поколения в поколение. Я вот в перспективе надеюсь, что мои отношения, моя любовь к этой республике будет передана моим детям. Вот для меня это будет самое главное. Кавалер Ордена Ахдзабша, первый начальник российского погрануправления, генерал-майор Юрий Звирок покидает Абхазию. Страну, которую он искренне полюбил и которая искренне полюбила его. Он не хочет говорить прощай. Просто до свидания. Левон Галустян, Мизан Ломия, Абаза ТВ.